Как хорошо пруд Леонозова, священный пруд Дорогие друзья, к нам вас приветствует научная площадка Поиск, моя фамилия, Липовой Юрий, общественные инициативы К нам приехал хороший мастер, эксперт международного класса По экологии, жилищу, энергетике и альтернативной энергетике Широков Евгений Иванович, прошу любить и жаловать Евгений Иванович по стране проводит семинары И у него много поклонников Основное, конечно, мы сделаем упор на соломином строительстве Но начнем, Евгений Иванович, с того, что все мы живем в городе В городских условиях, зажаты этими бетонными и кирпичными коробками Все-таки какие недостатки? Вы как эксперт, который серьезно этим вопросом занимался Какие недостатки проживания в городах? Ну, вопрос интересный Я постараюсь таким, так сказать, фрагментарем Набросать картину грубыми мазками Ну, первая, самая неприятная вещь Значит, если вы живете в многоэтажке То нужно понимать, что все современные многоэтажки Без исключения Еще раз, подчеркиваю Без исключения Спроектированы по лекалам Которые были разработаны архитекторами Древнего Египта Которые являлись Ну, понятно, да? Они были посвященными В определенном плане, так сказать, можно сказать Что они были магами И они очень хорошо понимали Что из себя представляет энергетика человека И как сделать Ну, что нужно отрабать, да? Отраба нужно, чтобы он выполнял свои функции Но не восставал, не восставал У него хватало энергии на выполнение Каких-то минимального набора функций Но чтобы у него не возникало идеи о том, что надо смыться, так сказать На свободу там И для этого были разработаны специальные решения Которые сейчас реализуются во всех многоэтажках Решение заключается в следующем Необходимо, чтобы во время сна Ваши поля А вот нормального человека Это 11-13 метров Расстояние поля Во время сна были перекрыты И в Древней Египте Делась такая штучка Там делась такая трещоточка На 25 герс Вот как часы с кукушкой И ее даже не было слышно Но она как бы давала колебания Для чего? Вот когда вы бока вы ставите Одной формы И потом к Амерзону нам подходите Проходят 3 секунды И все бока воздвинят На одной частоте Так вот, если у вас поля перекрыты Трещотка 25 герс То у вас образуется общее поле, стадо Если ваша энергетика ниже, чем поле стадо Ваше, так сказать, поле стадо Вас подтянет туда Но если вы будете выше Она у вас будет постоянно плющей Снижает Но об этом Говорит Норбеков Посмотрите его ролик Многоэтажка психотронное оружие И многоэтажка не выдает великих людей То есть Вот это как бы первым Считать этот процесс стихийным Ну, надо быть очень наимным человеком Чем нам хуже, чем Арбан Древнего Египта Первое У нас перекрываются поля не в плоскости А в 3D В объеме То есть Если царская норма для каменных зданий Высота Прикровала в царском режиме Высота потолка минимальная была Три с половиной метра А рабочая 4,2 Чтобы для чего-то Чтобы развести человеку и вредность То сейчас при хрущеве На сколько было? 2,50 А поле у нас Помните сколько? 11 метров, да? То есть мы перекрываем Три этажа вверх Три этажа вверх Понятно? Вот И нам воткнули 50 герц В сеть Вы не дали ни одного документа Который бы обосновывал Применение частоты 50 герц Те, кто разработал ГОРО План Они все жили при 60 герцах В Англии, Америке, Японии Там и других странах 60 герц Не 50 А что такое 50 герц? Это вторая гармоника 25 герц Понятно, да? Вот тут недалеко есть Останкино Там есть студия 25-го кадра То есть когда вам нужно что-то положить в подсознание, минули сознание Значит, вклеивается 25-й кадр, сознание его не ловит, а информация подсознания проваливается И потом женщина начинает вас не любить Путина или еще что-нибудь на эту тему Вот поэтому вот это первое, что плохо Это на уровне чистого материала Второй момент Строительные материалы Строительные материалы, к сожалению, сейчас все обжигаются на ископаемом топливе Обжиг строительного материала на ископаемом топливе Увеличивает его стоимость И наделяет его средствами разрушающими биополе человека Ну, лекция на тему это 2 часа в сторону Поэтому я очень коротко, да? Проводите мысльный эксперимент Закрывайте глаза и с открытыми глазами Перед вами горит костер лесу Или там, дрова в камине Приятно на это смотреть? Без слову Теперь, перед вами горит нефть, покрышка или газ Приятно на это смотреть? Да, конечно, прицепно Нет, да? То есть никто не приходит после второго рабочего дня Не садится у газа А у гамина, да Почему? Почему? В чем разница? По химии и физике одинаковый абсолютно процесс Группа С, А, Ш, Н откисляется до СО2 и А, Ш, Н Но, есть нюансы Правда При горении биомассы выделяется солнечная прана Потому что, что такое биомасса? Это солнечная энергия, аккумулированная через хворот, финицикл Которая от нашей крови отличается только чем У нас железо в центре, а у них магний центр А притоночка абсолютно такая же Что у растения, а что и у нас Понятно, да? И вот поэтому получается такая вещь, что Когда вы используете вот эти вещи, то получается все не очень весело То есть, как бы, чем отличается дореволюционный кирпич от современного кирпича По тонкой энергии дореволюционный кирпич на порядок лучше, чем современный Вот я когда делал себе печь, я специально собирал кирпич дореволюционный Почему? Он обжигался на древесном угле У него энергетика совершенно другая, чем у того кирпича, который обжигается сейчас на газе или нефти Энергетика там отрицательна И свойства его В Москве есть здания, которые в XII века стоят кирпичные, им хоть бы хрен, да? А современный кирпич там, да? 25 циклов намокания, разминзания, все, и он уже рассыпался в хлам Это вот тоже, как бы, такой Третий аспект О чем тоже мало кто знает, потому что Чем современные архитекторы отличаются от архитектора древнего Египта? Современные архитекторы Они не понимают, что они делают Они не понимают, как работает архитектурная форма Что такое угол, например Как работает угол Почему ребенка, который балуется, ставит в угол? Что такое балочный ребенок? Избыток энергии, да? Поставили в угол, он очень быстро успокаивается Почему он в угол очень быстро успокаивается? Поглощение этой энергии, да? Идет поглощение энергии За счет чего? За счет архитектурной формы Но это понятно. Гораздо интереснее вторая часть, а куда идёт эта ненять, если её забирают, она куда-то уходит, правильно? Вот тут начинается самое интересное. Куда она девается? На какой эгрегор она уходит? На эгрегор, аминь, амон, амон. Есть такой интересный феномен у нас в РФ. В милиции несколько лет. Милиции? Восемь. Амон капелал по городам, знаете, что Амон, так и белый. Почему? Это Кабалу. Это элементарная Кабалу, это управление через Кабалу. То есть очень важно, чтобы было написано. Чтобы это было присутствием. Тогда это находится под управлением этого эгрегора. Хотя, если посмотреть так, это государственная шизофрения. Милиции нет, а Амон бегает. Что такое вообще? Ну, а Монорыша пробуется, да, как милиция. Особое назначение, грубо говоря. Что такое? Да, какая милиция. Потом начинаются игры с пирамидами. У нас же архитектор очень любит поиграться с пирамидами. И вот такая форма интересная. А вот теперь, помню о том, что угол вытягивает, и вот все лезут в пирамиду, там все такое. А что такое пирамида? Из вас тянут энергию в пяти направления. Каждый угол тянет, еще вверх вытягивается, да? Что с вашим биополем происходит? Понятно. Нарбеков об этом, слава Богу, не один я об этом, как бы это самое. Аз грешный не один об этом говорит, да? Нарбеков, слава Богу, об этом и показывает факты, да? И все остальное, так сказать. Поэтому вот этот момент нужно очень четко понимать, да? Есть еще один момент, связанный с этим. Вот если сейчас спросить любого из нас, здесь присутствующего, или выйти на улицу и спросить. Какое традиционное жилище было у южского человека? Ну да, скажи. Изба. Изба. Пяти стенок. Да. Тоже прямые углы. Да, прямые углы. А в древности все тоже. Так вот, отвлечемся и вот все, что мы знаем о традиционных, у жилищах традиционных народов всего мира. Какое оно было? Ну, например, вот Кавказ. В Африке, в Азии, не важно, на Кавказе, на Алтае, так сказать, у эскимосов. Круглые там юрты и так далее, да. Они все были круглые. И на Кавказе, и на Алтай. Там все и все. На Кавказе все сохранилось. Вот. И так сказать, круглые все были, да. И русское жилище было круглым. Посмотрите, работа классно. Так он сейчас и уехал. Так сказать, не найдете его. Потому что он в спецхаране. Да. Мельников, он такой идиот был, когда в центре Москвы построил себе круглый дом. Два цилиндра совмещенных. Что-нибудь делать было нечего, да. Он как раз понимал, о чем он делает. В отличие от тех, кто сейчас королевушки делает, да. Поэтому мы стали, в общем-то, возвращать народ туда. То есть мы строим круглые дома преимущественно. У нас есть центр Шемятина. Под Москвой. Называется центр осознанной жизни и биосистинного строительства. Почему осознанной? Потому что мы строим, понимая, что мы делаем. В отличие от, как бы... Ну, для телезрителей Шемятина уже построен круглый дом. Там построены круглые дома, гостиницы и баня двухэтажная. И гостиница, и баня, по-моему, тоже крылая. Там мы как раз показывали, чтобы люди могли сравнить. Но большой жилой дом круглый. Да, большой жилой дом круглый, зал там для занятий круглый. Чтобы люди смогли сравнить разные, как бы, технологические приемы и разные, как бы, архитектурные формы. Вот чем интересна, как бы, баня, да. Там нет ровной стены, там нет ни одной ровной плоскости. Почему? Когда я был в Китае, там изучал, как бы, у них это самое, да. И разговаривал с ведущими специалистами. Я говорю, очень коротко, принцип экодизайна. Скажите мне, говорит, избегайте плоскостей и прямых линий. Там живет дракон разрушения. Я говорю, как не понял. У нас же евроремонт, это высшее, как бы, достижение. Ну да, все должно быть, да. Все должно быть идеально. Гладко. А где там дракон разрушения? Откуда там дракон разрушения? Ну смотри, река течет по равнине. Я говорю, ну да, вот я в Омске там, да, вот. Иртыши, иртыши, иртыши. Ну так вот, да, да, да. Пришли миллиораторы, спремили. Я говорю, ну спремили. А где дракон разрушения? А что будет внизу по течению, когда начнется паводок, и пойдет дождь, и начнет ставить снег? Что будет? Ну, для низины, конечно, будет половой. Когда вот так, половой не имеет яркого выражения. А вот так имеет. В архитектуре это так же влияет, да? Абсолютно. И есть такая еще муля, так сказать. У нас сейчас очень многие полезли там в сажении, там в это самое. Сажение, да, очень хорошо. Это что они, вот когда параллельные стены, они убирают стоячие волны из этого объема. Которые тоже разрушают наши поля. Стоячие волны. Если не по золотому сечению, то продолжают. Но сажение по сажениям не убирает вытяжки энергии зубов. Не выбирает. Когда вы делаете круглый тон, вы можете про сажение забыть. Просто забыть. Потому что круглая форма, она, так сказать, является гармоничной. Хоть в попугаях, хоть в метрах. Хоть в магнитушителях. Хоть в локтях, хоть в мизниках. Да, круглые. Хоть в лошинах. И строительный материал все-таки. Вы говорите о соломином. А все-таки соотношение древесины и соломы. У соломы есть преимущество? Знаете, вот смотрите. У соломы безусловно есть преимущество. Потому что по своим свойствам солома в 4 раза лучше, чем дерево. В 4 раза. У него кремний в 4 раза больше. И вы из дерева не сделаете, не повторите стебель, который бы держал полтора веса на примерно 800 диаметров. Сделайте из дерева так, чтобы диаметр был. Высота была 800 диаметров, причем она была полная. И наверху еще был груз. А солома нет. Это один момент. Второй момент. Чем хороша солома? Есть такое понятие. Карма. Если вы прерываете жизнь чужого, субъекта, объекта, не важно. Ну, живого. Для удовлетворения своих потребностей возникает коммерческая реакция. Как делится? Между тем, кто заказал, тем, кто исполнил, приходит на предмет. Дерево же вырубаем? Да. Если мы рубим дерево живое, то карма может. Раньше вы умели снимать кармическое. Как бы был такой момент, что были у нас технологии, которые позволяли снимать кармическую реакцию. Если вы с Библией хорошо знакомы, если вы с них хорошо знакомы, то там есть такой момент, что царь Соломон отдал 12 городов за мастеров, или 20 ваше не было. За мастеров, которые умели рубить дерево. То есть, ему он заплатил много. А еще, наверное, еще в 19 городах. Ну, как-то не... Приехал в городах таджиков, построил дом. Вы их заплатили, а еще наверх еще мерседес подарили. Ну, что-то не то, да? Тем более, Соломон, что это? Ну, значит, умели рубить дерево. Когда стал разбираться, оказывается, за что он отдал один? За то, что они сняли кармическую реакцию. То есть, и из дворца Соломона, и из храма Соломона. То есть, не было кармы, да? Но для этого нужно приходить в мае, чтобы срубить дерево в определенную фазу луны, в определенный день в январе Шеврале. Если вы рубите в правильный день, дерево не горит, не гниет там... Ну, сейчас эти знания уйдет. Максимум, что у нас осталось, понятие зимний лес. Все. Больше ничего не знаю. Вот, поэтому это вот такое мнение. Чем хороша Солома? Она прошла круг жизни. Круг жизни прошла, вы ее используете, не берете никакой кармической реакции. Ее нет просто. Почему? Потому что она ушла естественного рода. И я все свои дома стараюсь строить из сухостоя. Из того, что ушло естественного рода. Сухостой имеется в связи с деревом, когда вы говорите про дерево. Его сейчас в лесах вот так. Почему? Потому что нет кармической реакции. Но сухостой даже звонкий, не гнилой. А что за растения? Сухостой, ель, сосна, кедр, лиственница. Ну а по другим свойствам Солома не уступает дереву так же? Она превышает в 4 раза дерево. По свойствам. Тепло, звукоизоляция. Тепло, звукоизоляция это немножко другой аспект. А быватель сразу говорит, ну как же, Солома же сгорит, она же горит. Вы что говорили? Нет, 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 секундочку. Вот вопрос в чем. Звукоизолятором и теплоизолятором является воздух. Движение которого восстановлено. И, так сказать, чтобы была хорошая звукоизоляция, необходимо, чтобы были очень мощные импедансы, так сказать, волновые сопротивления и набор слоев. Например, мы делаем обязательно слой песка, потом слой соломы и потом виброгосящее что-то еще. Вот тогда звук, даже в каркасе, которые все как бы известно, что там слышно, что на втором этаже. Если вы это делаете, то там не слышно ничего, что происходит на втором этаже. Но это все решается вопрос. Это если про звукоизоляция. Теплоизоляция. Стены для Москвы мы рекомендуем 40-50 сантиметров. Это фактически энергопассивный стандарт. То есть вот шумяки на дом 200 метров отапливаются тремя киловаттами и при минус 26 жанусом. Вот. И то, что касается огнестойкости. Ну, я, кажется, уже больше 20 лет этим этим занимаюсь. Слава Богу, уже есть сертификаты всех стран. Фактически. Евросоюза, Америки, Канады и России, так сказать. И в России уже есть сертификаты о том, что оштукатуренная соломенности на соответствует предельному классу огнестойкости. Высший класс огнестойкости. Это F-119 или F-135. Это вот, ну, ланги были получены какие-то. Почему? Потому что, вот я когда лет, наверное, 15-20 назад ездил по стройкам строительным с этой технологией, всем предлагал их за так, за бесплатно, да. У меня была такая муля. Я брал болт, штукатурил его с двух сторон, паяльную лампу, 100 долларов в банку. Вот, кто подожжет, пока бензин не кончится в паяльной лампе, тот забирает 100 долларов. Толпа собирается там. Солома уже сейчас подожгем легко. Солома же там, чай, штукатурка, это же все, как бы. Горит же легко. Короче, бензин кончается через два часа, ничего не зажигается и, короче говоря, 100 долларов остается у меня. Но народ, как бы, то есть, вовлечен и... Начинает осознавать. И уже, как бы, это самое. Поэтому... А показать что-то вы не можете, да? Покажите, если будет возможно. Сейчас прямо вот. Прямо сейчас, да, тормозите. Австрийского института жилища. Я с ними работал примерно один год. И здесь представлены разные виды утеплителей, которые, в общем-то, используются в стране современном. При этом красные, это то, что экологически, ну, бредные, небезопасные. Зеленые экологически приемлемые. А желтые, это премиум-класс. Так вот, желтые, это... Да, по горизонтальной оси отложена уложенная энергия. То есть, сколько энергии идет на производство единиц такого утеплителя при прочих равных условиях, да? Угу. И вот оказывается, что солома, как отход строительного сельхозпроизводства, она просто, ну, ничего рядом с ней просто не стоит. Угу. По своим свойствам, как теплоизолятор. Почему? Она экологична, экономична, да? Солома в премиум-класс. И энергоэффективна, да. Угу. 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 теперь едем дальше как влияет разные типы жилища на биополе человека вот это один и тот же человек который час провел в свежей панельной квартире многоэтажном притонном доме и этот же человек у него характерный вид заболеваний и все остальное этот человек час провел в соломином доме вот так отчаясь его биополе это то что вы на ощущениях то есть приятно неприятно это вот как бы объективный метод контроля приборами снега вот очень интересные данные которые не запретили публиковать и в белоруссии в россии везде почему потому что если я это опубликую медали вот и разрушить сложившийся рынок строительных услуг и строительных материалов о чем идет жили бетон и армированный шокобетон понижает биополе до до 40 процентов течение часа поэтому человеку хочется кирпичный огражает конструкции 25-30 поэтому на вторичном рынке кирпичный квадратный метр стоишь по дорогу для рождачу бенобетон 24-29 деревянный биополикологический мета саманны обычные саму там разные разновидности соломенные когда мы прямоугольные 5-7 до 12 процентов круглые дома 12-15 на самом деле до 17 процентов увеличиваю увеличив не снижает как они гра там до 40 процентов а за увеличение никто это не финансировал я просто набирал руку добровольцев по ним снимал ауру до на час помещал вынимал снимал ауру после из первого часа во второе делил на группу получал на давительном определенном интервале значит обобщенные данные эти обобщенные данные здесь представлены вот примерно как это работает после этого я решил но понятное дело что москву переселить солому никто не сможет но можно помочь как сделать соломенные кровати которые повышают биополе человека вот мы их сделали сделали под брендом царские кровати почему царские потому что оказалось что когда распутин пришел в царскую семью первое что он сказал сделать чтобы цесаревич спал на салон тогда я смогу его убить бабушки если дедушки в деревне остались спрашивайте какой матрас считал чем сам на лучшем до целебра правиле разный вариант этих солом да кстати рекламщики этим пользуются я большим 70 стран мира объехал самые дорогие вещи в самых дорогих бутиках самых центрах городов всегда продаются на фоне соломы как закон почти почти как закон гум саха лондон там есть еще там париж там и так далее все все остальные девушки очень любят соцсетях себя подавать на фоне соломы почему да потому что в мегаполисе человек находится в придавленном по энергетике состоянии виден солому подсознание всегда можно увеличить энергию то есть как себя хочет увеличить внимание туда раз а он так устроен что на словами не фиксируется он выхватывает что ему нужен объект чтобы желать да вещь вещь идет связка хорошо потому что ведь вещь продается поэтому они из-за лобины и коврики к слову соломы заломенные коврики тоже очень хорошая вещь это то что в общем-то в химках было использовано в раковом подъезде то есть единственная защита которая была получена при так сказать когда подъезд прилепили на антропопатогенную зону единственная защита была в салонный дом покажите пожалуйста салонный дом время заканчивается покажем дом сам салонный дом это вот то что мы делали под москвой дом который кормит то есть дом в котором надо ездить на работу потому что он позволяет полностью закрыть все потребности вот это то чего начинали по салоне и вот сейчас вот это то чего мы сейчас приходим то есть круглые дома которые это сертификаты европейские на нас не только считает обучал немцев личное время вот как сейчас выберет соломенная технология то есть это пол полуиндустриальная технология когда уже ограждающий можно сделать за один дом потому что панели делаются уже на производстве под крышей не более и в стране сейчас таких 42 производства сам никто это не финансирует вам это не поддерживает там не то есть это люди как бы простая как как трава скучат вас вот такие дома делаем прямоугольный а вот сейчас будут дома круглые видите дома со скругленными углами сейчас тоже уже тема пошла хорошо вот круглые дома соломенные это все под москвой это еще одна разновидность технологии после я очень много ну вот так выглядит так сказать фундамент круглого дома вот так выглядит сам круглый дом в данном случае в сочинке финишному видео на такую и ижевск но вы сами живете в сочи и сами живете в круглого стола я живу к сожалению не в круглого хотел бы жить кругом я не получается круглого что не участок не позволяет но я живу в овальном доме у меня выстрелены внутри разницы большая большая овальный и круглый не сильно большая там примерно 30 процентов это вот разные варианты домов которые были построены это и british баня очень известны в красной поляне это все и соломы вот и сейчас я вам покажу наконец круглый дом то что мы делали быстро возводимые дома за 5-6 дней и дома которые срок строительства недели вы примерно сказали да в режиме семинара да это неделя это из блоков или из панелей зала и так можно всяко это все равно с неделя займет если вы понятное дело что это принцип талаки то есть это не финишная отделка это понятное дело что у вас ограждающая конструкция вы потом не сами доводите дома вот сейчас мы подходим наконец-то только спробил энергетику как это все работает как что с этим делать как наши предки завещали нам делать правильный угол крыши и вот пример проектов вот сейчас я вам просто очень просто покажу дом который был построен 20 метров от минска но и я в нем прожил три года и за эти три года поскольку я был человеком достаточно высокого уровня дважды в год по 26 параметрам здоровья проверяли за три года я помолодел на 18 лет жизни в этом вот дом был сделан из сухостоля и набит соломой и за штукатурен и за сухостоя и соломой забит да вот вот тюкан вот запись соломой вот он так выглядел сейчас он выглядит вот так специально на крыше да растет да это вот внутри реактивная печь очень эффективная дальше идет принцип реактивной печи объясняется как что это такое как как мы можно сделать легко и просто там из подручных материалов из ванны там и всего прочего сейчас из ванны и поэкодизайн из ванной чугунной ванны да 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 значит вот правильный дом по экодизайну то есть здесь нет ни одной плоскости здесь нет ни одной линии вот подсознание этот дом воспринимает как сыроежку как мы будем лисичка но образ лисички но подсознание воспринимает без как бы всякого надрыва как наиболее приемливой для проживания вот интерьера моем максимально комфортно кругом доме вот как бы тут что было интересно остекление здесь ниже нормативного освещенность выше нормативного вот 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 есть такие приемы которые позволяют при при остекленности ниже нормативный получать освещенность выше нормативный в это на архитектурное решение все это можно но это кухня эту окногласности видно что стена сделаны из соломы ну в общем такие вот этого баня в этом же доме было в кухне как салона все-таки не горит давая чем если ее оштукатуриваете она не горит вообще а штукатуре с собой сторон до до главный принцип сама должна быть закрыта со всех сторон со всех но она должна быть закрыта дышащей штукатуркой натуральной дышащей штукатуркой ни в коем случае ни пассификаторов ни из буток цемента там не должен быть то есть нельзя останавливать каток пара вот такие секреты при строительстве теплых комфортных уютных и самое главное экологических до биопозитивных пригодных для проживания взрослых детей и для продолжения рода самого главного все красиво большое пожалуйста спасибо за ценной информации но было очень мало времени но надеемся вы приедете к нам и сделайте на вопрос вот встретил у нас будет собственно говоря послезавтра у нас начинается практический семинар дом будет построен 6 на 12 за 6 дней это же можно будет по калионам сколько стоит у зрителей уже 8 вопрос масса сколько стоит я не знаю я я как бы финансовый касающего по-моему строить дом дом соломенный дом сара построить просто ну 25 за квадратный метр под ключ 25 25 тысяч рублей квадратный метр тире 30 30 я думаю вот допустим скажите так одноэтажный дом 8 до 8 0 и 6 на 6 площадью грубо говоря если площадь брать по простому но 100 вопрос зависит следующее если вы строите сами то есть вы проходит допустим семинар там за 5 10 это научитесь как вы понимаете что это 20 раз более собой эти блоки берем дети чем то сами покупаете так далее вас ну стоимость будет там я не знаю две три тысячи может четыре тысячи рублей квадратный метр если вам будет строить фирма организация какая-то это уже будет 25 тысяч примерно до 30 если кругу это будет 37 что там отходов много там подгонка подрезка там и и и сколько вот дом который вы показывали вот круглыми вот эти если 25 100 метров это два с половиной миллиона вас полный миллион но до 100 квадратов на это будет вообще сцены такие они сопоставимы с кирпичом из кирпичом они не совсем сопоставимы но габарит с брусом дело с брусом дело в том что курсовых домах если вот кто-нибудь жил когда-нибудь из вас нет в карандашных карандашных там еду обточено все но он находился вот у меня друзья тоже сочи построили такие они прокляли все потому что три года они занимались тем что не через месяц все все переконопачивать почему потому что высокая влажность 98 процентов но вообще они высокая влажность там вообще мокрая они за зиму набирают в апреле солнце начинает жарить их начинает крутить везде и это самое и в общем там все это расшивается и в общем там солома не гниет кстати в сочи нет то что я живу в соломином доме и построю там 30 штук изоляция да хорошая она дышащие высище там с учетом что вот на зоне есть такое понятие барак усиленного режима да а в нем есть карцер что это такое это вот как это у меня есть она рада жеребетонные блоки жеребетонные перекрытия только там на зоне еще сантиметр воды на для чего бетон тянет энергию там уже говорит да ладно бетон тянет энергию гораздо сильнее чем до сочи построить из бетона и жить при влажности 98 процентов бетоне это то же самое будет тоже но люди так же такое самоубийство а люди так же гулястом и все остальное хотя курорт субтропики туберкулез потому что в бетонных коробках спасибо